Друзья, всем привет! У нас стартуют очередные крипто-новости. А спонсор сегодняшнего эфира – наш любимый обменник Cain Exchange. Более 50 офисов физических по всей стране, где вы сможете безопасно обменять свою криптовалюту на рубли и обратно. Ссылочка в описании. А если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это обязательно. Поставьте лайк и напишите комментарий. На момент записи биткоин торгуется 63 919. Такая вот свеча упала вниз, красная, надеемся, дальше не пойдет. И все с биткоином будет хорошо. Ну и одни из главных новостей – CZ вышел из тюрьмы. Давайте более подробно разберем эту новость. Многие пишут, да, классно, CZ вышел, все отлично, все хорошо. А что вообще произошло? Что это вообще было? Вот CZ отсидел 4 месяца. Зачем это? Что это вообще? Ну, вообще, всю ситуацию, да? Давайте так. Вот у вас есть многомиллиардный бизнес, в котором вы, в принципе, обманываете людей. Не будем говорить о том, что Binance белый, пушистый. Это лишь мое мнение, это я свое мнение высказываю, да, чтобы никого там не наговаривать. Но все же он получил тюремный срок, значит, в чем-то виноват. И аферы были там многомиллиардные. Вот представьте, что теперь делать, да? То есть, там много стран, где есть лицензии у Binance, да, и все захотят его там арестовать или еще что-то, он посетить не сможет. Это мое мнение, да, опять же говорю, такая схема, да, то есть, у него есть деньги, он договаривается с правительством США, что они его осуждают, он признает вину. Ну, на 4 месяца его всадят, отдает часть бизнеса, но акции остаются его, контрольный пакет у него, поэтому он никуда не уходит, он только не может занимать руководящий пост в Binance. Ну, как бы ему, в принципе, наверное, это и не нужно. Что-то произошло-то вообще, да, то есть, он, получается, отсидел 4 месяца, понес наказание в Америке, и любая другая страна теперь, в принципе, его осудить-то и не может, потому что главный полицейский мира его уже осудил. И вряд ли кто-то там будет за ним гоняться, потому что, если он заключил сделку, значит, какую-то часть бизнеса свою отдал, и Америка будет отстаивать свои активы, никто его пальцем не тронет. Поэтому он теперь свободный человек, сделал все свои дела, обеспечил всех своих внуков-правнуков, и белый пушистый вот отсидел срок 4 месяца, понес наказание. Такие вот схемы делаются, чтобы действительно в других странах, менее там, скажем так, популярных, да, не получить тюремный срок, и вас не задержали, как Павла Дурова в Париже. Теперь это Сизине грозит, поэтому все многие спрашивали там, а зачем он вообще поехал в эту Америку, зачем он туда поехал с паспортом там светиться. Да, за этим он и поехал, чтобы там как раз это и сделать. Но это всего лишь мое мнение. Ну, сейчас он дал первое там, написал свой пост в Твиттере, первое о том, что он будет сейчас делать там проекты, там образовательный проект и так далее. Ну, в общем, говорит, еда вкуснее, чем на воле, все хорошо, у него денег много, и свободный человек, можно говорить, с чистой совестью. Хотя очень многие люди, те, которые торговали на Binance, этому недовольны, в том, что 4 месяца всего лишь, а обманутой людей было, ну, очень-очень много. Ну, не нам судить, скажем так. Бычий фактор доходности на эфириум, стейкинг эфириума, говорит о том, что он может обогнать вообще там ставки в США и так далее. Но есть нюансы, вот, допустим, чтобы вам застейкать эфириум, вам нужно там какое-то безумное количество эфириума, да, ну, для обычного человека, для обычного новичка. И где эти деньги-то взять? То есть, понятно, что, опять же, это доступно будет не каждому, да, и немногие смогут заработать на этом. Поэтому стейкинг – дело такое хорошее, да, но все же вот не для обычных людей. Ну, вот, говорят о том, что эфириум обойдет реально от ставки США, да, где вы сможете там заработать, да, на эфириуме можно заработать больше. И цена эфириума тем самым будет расти. Люди стейкают, люди не продают, экосистема развивается, Виталик Бутерин танцует и поет, все хорошо у эфириума. Ну, мое мнение, что эфириум в этом цикле может достичь 12, 13, даже 15 тысяч долларов. В принципе, это нормальная цена, но это не финансовый совет. Объем торгов на Хамстер Комбат превысил 1 миллиард долларов. Вы знаете, ну, это же понятно, что это не объем органический, да, это не люди торгуют, это торгует маркетмейкер, но все же торги есть. Монеты торгуются, монеты торгуются на топовых биржах, хоть и не раздали так, как хотели люди, интересу газ, но все же торги идут. Безумное количество денег потрачено на листинги, а может быть не потрачено, может быть их залистили так, потому что очень много аудитории, которая придет, зарегистрируется. Сейчас он торгуется на 0,005, цена как бы, в принципе, сильно упала, ждут еще падения. Кто-то собирается докупать, кто-то держать собирается, хомяка, и как фундаментальный какой-то проект. Ну, не знаю, кому как, вот, не знаю, я лучше бы биткоин купил бы и эфириум, чем хомяка взять. Ну, знаете, такое вот, что такие монеты, они, конечно, могут дать больше иксов, чем биткоин, там, эфириум, но это высокорискованный актив, который может просто задампиться и больше никогда не подняться. За памп и дамп криптовалют начнут наказывать в Нидерландах. Если Нидерланды это примут, то, может быть, это повсеместно будет по всей, по всему миру. Что такое памп и дамп? Да, сначала пампят цену проекты, да, всякими разными новостями, там, еще чем-то, да, сами покупают монету, загоняют ликвидность. Люди видят, что идет рост очень сильный, начинают покупать, 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 и тут проект просто нажимает кнопку продать свои монеты. И, соответственно, получается дамп. Они зарабатывают, все хорошо у них, но люди теряют. За эту схему хотят наказывать. В принципе, я думаю, что это правильно, потому что повсеместно люди, новички заходят, торгуют, теряют деньги. И, конечно, это недобросовестно со стороны проекта. Ну, посмотрим, как этот закон будет работать, как будет привлекать, потому что стран много, и проектов много. Если он там где-нибудь в Нигерии сделает этот проект, как его достать, как его найти. Но, в принципе, как бы посыл неплохой. Объем покупок криптовалют в Бразилии с начала года превысил 12 миллиардов. А вот, знаете, некоторые говорят о том, что вот здесь ситуация у нас плохая, сейчас рынок расти не будет. Вот рядом вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я говорю, вы знаете, мир большой, стран много. И даже некоторые не знают о каких-то конфликтах, которые происходят, да, им вообще без разницы. Они живут своей жизнью, у них все хорошо. Странные некоторые совсем далеко, которые даже вообще не слышали о разных конфликтах, которые здесь рядом, да. Вот, и они также инвестируют, покупают и приносят свою ликвидность. Поэтому вот даже Бразилия 12 миллиардов принесла. И рынок может развернуться, несмотря на факторы, которые вот здесь рядом у нас. Потому что мир большой и людей много. Все-таки, вот Китай, если подключится, да, то так вообще как бы запампят рынок за пару дней, если там опять разрешат криптовалюту. Что ждет инвесторов в октябре, которые инвестировали в эфирио? Эксперты разобрали график, посмотрели там всякие показатели там и все остальное. Говорят о том, что больше трех тысяч долларов не будет в октябре. Ждать смысла нет. Все решили, все знают, все понимают. Но, вы знаете, может быть и так, да, но как можно прогнозировать цену эфириума, если там биткоин сейчас упадет на 20 тысяч долларов? Ну, я образно говорю, то эфириум-то, конечно, за ним потянется. Весь рынок ходит за биткоином. Как можно, если какие-то прогнозы вот такие ставить, не знаю. Ну, 3 тысячи в октябре, ну, наверное, нет. Хотя все может быть, ну, в принципе, это небольшая сумма. Там 2 600, 2 700 торгуется эфириум, 2 500, да, вот в таком диапазоне. И до 3, то и выше 3, в принципе, это может и подняться. Рейдеры могут столкнуться с шорт-сквизом на тонкоине. Статья вот вышла на Крипто Ньюз, читаю, смотрю. И говорят о том, что цена может упасть, шорт-сквиз. Но шорт-сквиз – это понятие, когда цена вверх летит. Да, вот представляете, вот так вот работает именно понятие шорт-сквиз. А лонг-сквиз – это когда цена вниз идет. Немножко, может, попутал автор, не знаю, может быть, как-то по-другому хотел сказать. Ну, в общем, говорят о том, что шорт-сквиз будет. Ну, думаю, о, классно, шорт-сквиз, значит, цена полетит на тонкоин. Надо смотреть, что там на графике. А они имеют в виду, что вниз цена может сыграть. Но посмотрим, будем смотреть. Шорт-сквиз, конечно, было бы для тонкоина хорошо и прекрасно. Я думаю, что в этом цикле тонкоин, несмотря на все потрясения, задержания Павла Дурова и всего остального, что ничего не помешает росту, и это 30-35, может быть, 40 долларов в этом цикле монета может достичь. Но это не финансовый совет, это всего лишь мое мнение. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Поставьте лайк, напишите комментарий и, конечно же, подпишитесь на наш канал. А если вы хотите быстрее получать новости, читать свежие, подпишитесь на наш телеграм-канал CryptoEmergency. Ссылочка в описании. Пока-пока.